Сёс, депутат Больгерт Евгений Андреевич Кеверлида. В Казахстане доля МСБ в экономике 35%, но их доля в объёме кредитования всего 19%, а в промышленном секторе лишь 4,6%. Год назад правительство утвердило комплексный план развития машиностроения на 2024-2028 годы. По нему за эти 5 лет отрасль должна получить через Фонд развития промышленности 600 млрд тенге. Этот же план включает 50 млрд тенге субсидий дому на кредитование МСБ. Но ни на 2024-2025 годы средства на эти цели из республиканского бюджета не выделены. При этом ставки ФРП выросли с 7 до 9%. С этим финансированием МСБ связывал большие надежды. Однако ожидания бизнеса не оправдались, и это вызывает тревогу за перспективу отрасли. При этом комплексный план поставил задачу увеличить производство в 4,5 раза с 3 до 11 трлн тенге к 2029 году, увеличить индекс физического объёма в 2,2 раза с ежегодным ростом не менее 10%. Но как достичь этих целей, если для этого нет условий? В связи с этим просим вас, Олжас Абайевич, первое. Обеспечить финансирование и субсидирование кредитов отрасли машиностроения согласно комплексному плану и с учётом средств этого года. В случае упразднения инструмента субсидирования МСБ в обрабатывающей промышленности, перенаправить предусмотренное финансирование в Фонд развития промышленности на кредитование МСБ с упрощёнными условиями. Второе. Решить вопрос доступного кредитования Фондом развития промышленности прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%, как поручалось главой государства на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения ещё в мае 2020 года. О результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в установленный законом срок. Полный текст депутатского запроса прилагается. С уважением. Больгерт Асанов.